По прибытии в Красноярский край ко мне применялись различного рода пытки. К примеру, по приезду в этот край меня закидывали в так называемые пресс-хаты. В этих пресс-хатах сидят осужденные, которые сотрудничают с администрацией и избивают других осужденных неугодных администрации или сотрудникам управления. До попадания моего в пресс-камеру я виделся с сотрудниками управления, которые мне угрожали в открытую. Это такие сотрудники, как Слепов, потом Васильев, Виталий Сергеевич. Также были сотрудники, которые мне не называли своих фамилий, имен, но которых я смог бы опознать. Они угрожали мне, что меня будут избивать, пытать, вплоть до того, что медленно будут умертвлять. 19 марта 2012 года, ровно через месяц после прибытия моего в этот край, меня закинули в 110-ю камеру, так называемую пресс-хату, где меня связывали, пытали, избивали, ломали мне руку, отбивали мне коленные суставы, прыгали на моем позвоночнике и так далее и тому подобное. От меня требовали, чтобы я начал сотрудничать с сотрудниками управления, но я этого делать не стал и не стану. После чего мне сотрудники управления обещали, что мои пытки будут продолжаться, что ко мне будут применять также нечеловеческое обращение тот же сотрудник Слепов. Данный сотрудник и недавно обращался в мой адрес с угрозами, но об этом я думаю чуть подробнее, сейчас попозже я сообщу. После чего мне говорили сотрудники, ты будешь сидеть постоянно в штрафных изоляторах, по трюмам так называемым, по подвалам, в сырости, в голоде и в холоде, за мой отказ от сотрудничества с ними. Также меня избивали сотрудники ИК-17 под руководством БОРа, заместителя по безопасности и оперативной работе Слепцова Сергея Викторовича, по прямому указанию начальника колонии Черемных Юрия Геннадьевича. Меня избивали целой безопасностью всех сотрудников, принимавших участие в избиении, когда мне сломали руку, сломали ключицу, угрожали мне действиями насильственными, сексуального характера и так далее, что меня опустят и тому подобное. Я могу всех опознать, после чего меня просто доводили до попыток суицида. Эти издевательства и пытки просто не было терпеть уже больше сил. После этого меня стали закалывать психотропными препаратами. Мне делали около 6-7 инъекций психотропных препаратов под руководством начальника медицинской санчасти ИК-17. После моей встречи с Васильевым Виталием Сергеевичем, который в мой адрес высказывал угрозы, прямо на следующий день после его визита, меня начали закалывать психотропными препаратами. Васильев Виталий Сергеевич сейчас занимает должность заместителя начальника управления Красноярского края по безопасности и оперативной работе. Данный сотрудник мне неоднократно угрожал, грозился пытками, издевательствами и всеразличными нарушениями моих прав и законных интересов, что он и осуществлял. По указанию действовали и другие сотрудники. Я всех сотрудников, принимавших участие в пытках, издевательствах, закалывании меня психотропными препаратами, могу опознать. Многие фамилии я могу перечислить. К моему избиению в пресс-камерах, так называемых, имели отношение прямое. Васильев Виталий Сергеевич, сотрудник, как я уже сказал, данного управления, Слепов, Лихтин, начальник СИЗО, заместитель начальника СИЗО по безопасности и оперативной работе, Какаулин, начальник СИЗО 1 города Красноярска. На ИК-17 по прямому указанию начальника колонии, Черемныха Юрия Геннадьевича, принимали избиение, принимали участие в избиении и в пытках, заместитель по безопасности и оперативной работе, Слепцов Сергей Викторович, Бураченко Вячеслав Михайлович, на тот момент занимал должность начальника оперативной части. Далее, Новиков, на тот момент занимал должность начальника отдела безопасности. И ряд сотрудников отдела безопасности, которых я могу с легкостью опознать. Также ко мне применялись пытки избиения в ИК-31 в ЕБГТ, где я в настоящий момент отбываю наказание, уже в четвертый раз содержусь в ЕБГТ. Здесь применяли ко мне действия физического давления, то есть пытали, выламывали мне руки, применяли спецсредства, били. Такие сотрудники, как Скобелин Сергей Сергеевич, потом Максим Вадимович, инспектор, младший инспектор. Также еще один инспектор в тот момент, но я его могу опознать, фамилию, имя я не знаю уж не. Также к моим избиениям неоднократным в данном учреждении принимали еще участие ряд сотрудников. Некоторые из них, которые сейчас здесь уже не работают, но которых я мог бы опознать. Это бывший начальник отдела безопасности по ЕБГТ и К-31. Неоднократные угрозы по применению пыток, в том числе и умертвлений меня, поступали в мой адрес и от начальника бывшего, начальника ЕБГТ, Бучкова Сергея Владимировича. Также аналогичные угрозы поступали от нынешнего начальника ЕБГТ, это Лицкевича Дмитрия Павловича. Также поступали угрозы от начальника отряда ЕБГТ, деревяшка Александра Николаевича, его фамилия, имя, отчество. В период моего недавнего отбывания в ВК-43 в ЕБГТ, туда приезжал сотрудник управления, о ком я ранее упоминал, Слепов. Данный сотрудник угрожал мне пытками, также издевательствами, говорил, что посадят меня в камеру с опущенными и тому подобное, чтобы со мной после этого никто не захотел сидеть, разговаривать, то есть провоцировал на какие-то действия. Данный сотрудник именно это и организовал. Он сделал провокацию в мою сторону, посадил меня с осужденным, который якобы по внегласным, неписанным тюремным законам находится под сомнением. По внегласным, тюремным, также неписанным законам, как говорится, я должен был выгонять этого осужденного из своей камеры, чтобы не отбывать с ним наказание вместе в одной камере, так как после этого со мной не ели бы за одним столом и не сидели бы в одной камере другие осужденные. Это была конкретная провокация со стороны сотрудников управления. Они спровоцировали меня на драку с другим осужденным. Данная драка происходила между нами четыре раза. На четвертый раз свидетелями данной драки даже были сотрудники общественно-наблюдательной комиссии по Красноярскому краю. Тот осужденный неоднократно говорил сотрудникам данного учреждения, что он со мной сидеть не будет, что у нас конфликтная ситуация и так далее, чтобы его переводили. Даже после драки они заходили, разнимали, но они его брали и насильно закидывали в камеру. До этого, помимо этих провокаций, были неоднократные провокации в мой адрес на почве национальной ненависти, на почве религиозной неприязни. Местные сотрудники, как ИК-17, так и ИК-31, так и СИЗО-1 города Красноярска, неоднократно задевали мои религиозные чувства, задевали меня и оскорбляли по национальному признаку, называя меня черножопом или чуркой и тому подобное. Нелестно отзывались о моей религии с выключенным видеорегистратором. Естественно, это все я слушать спокойно не мог, когда я начинал отвечать, начинал ругаться с ними и так далее. Они включали регистраторы и начинали записывать меня на видеорегистратор. То есть уже последовательную реакцию на их провокации, чтобы меня выставить в очерненном свете, чтобы эти пленки предоставлять там в разные инстанции, чтобы просто меня очернить. Ихние провокации повторялись неоднократно. И эти провокации продолжаются по сей день. Угрозы моему жизнью и здоровью не прекращаются и по сей день. В данном управлении сотрудники говорят, что я здесь буду сидеть, как говорится, от звонка до звонка в этом управлении и так далее. На обращение в Москву, на обращение к начальнику управления местному и так далее, на неоднократные заявления обращения по этапированию меня по месту прописки, я получал отказ с фиктивными отписками. Спасибо.